За год в Одесской области 10500 донаций. Более того, в Одесской станции переливания крови зафиксировали увеличение доноров крови по сравнению с прошлыми годами. Генеральный директор Одесской областной станции переливания крови Михаил Бортко объясняет данную ситуацию осовремениванием станции. Генеральный директор Одесской областной станции переливания крови. Генеральный директор Одесской областной станции переливания крови заверил, что в период пандемии заведение работало в штатном режиме, ведь остановить процесс обеспечения людей кровью невозможно. Для безопасности пациентов и сотрудников на станции проверяют температуру и соблюдают все карантинные требования. Впрочем, как оказалось, некоторые люди беспечно относятся к вирусу COVID-19. По словам Михаила Бортко, большинство доноров не сознаются, что переболели коронавирусной инфекцией. А это усложняет ситуацию, ведь Министерство здравоохранения так и не решило, что делать с кровью с антителами COVID-19. Министерство здравоохранения, как в других странах, разрешат нам ее реализовать в отделении, там, где хворие и антителами, которые уже в плазме ликуются. В Одесской станции переливания крови отмечают, что сдавать кровь полезно для здоровья. Во-первых, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких, прямой кишки, желудка и гортани. Кроме того, донорам регулярно и бесплатно делают анализы на гемоглобин, ВИЧ, гепатиты ВС и сифилис. Напомню, донором может быть здоровый человек в возрасте от 18 лет и весом не менее 50 кг, а также не имея не абсолютных противопоказаний. ВИЧ-спит, венерические заболевания, гепатит, раковые новообразования, невременных противопоказаний, беременность, период лактации, татуировки, перенесенные операции, прививки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!